Итак, я начал сборку нового велосипеда Merida. Когда соберу, покажу целиком. Но для начала здесь у нас втулки идут на насыпи, крутятся неплохо, подзакусывают. В любом случае я их буду сейчас раскандривать и добавлять смазочки, и протягивать нормально, чтобы крутились они чуть-чуть получше. Самое главное, что хотел показать, посмотрите, тормозные диски все в масле. То есть, когда вам велосипед собирают в магазине или в какой-нибудь другой мастерской, есть большая вероятность, что диски они не обезжиривают. В магазинах вообще никогда этого не делают. И вот это масло, видите, смотрите, сколько много масла. Это масло попадает на тормозные колодки и засаливает их. Соответственно, нужно сейчас диск полностью обезжирить, чтобы он был чистый. При том, что это передний диск, он не стоял в тормозе. То есть, если бы это масло из тормоза вытекло, это было бы одно, но это именно диск маслом смазан с завода. Вот такой вот первый нюанс. Задняя втулка здесь под кассету. То есть, у нас в самой втулке два подшипника, два подшипника еще вот в этом барабане. Барабан крутится хорошо. Уфты есть, но они минимальные. От втулка не крутится вообще. То есть, мне сил не хватает прогрудить. Соответственно, вы покупаете новый велосипед в магазине, снимаете колесо и пытаетесь рукой вот за эту гаечку просто ее провернуть. Если она у вас не крутится, соответственно, все плохо. То есть, просто берете и пытаетесь вот это повернуть. Здесь не крутится вообще. Нужно чуть-чуть ослаблять. И диск тормозной, соответственно, тоже обезжирить. Велосипед собран. Это у нас Merida Mats. Модель 50. Значит, давайте быстренько пробежимся по достоинствам и недостаткам. И по особенностям сборки. Итак, руль-алюм, вынос-алюм, вынос с небольшим подъемом и короткий. Это очень хорошо. Можно сидеть с более прямой спиной. Ручки и грипсы самые обычные. Тормоза, текровые, переклюки, микрошифт. То есть, все самое простое, бюджетное. Вилка алюминиевая. Ноги достаточно толстые, но при этом люфтят. Здесь вот прокрашено. Здесь вот не прокрашено. Это говорит в целом о качестве вилки. Значит, блокировка есть. То есть, ну, вилка, скажем так, нормальная, но бюджетная. Дальше покрышки очень здоровые, очень тяжелые. Называются они вот так вот. Немножечко кривые. Для маленького велосипедика. 15-й Ростовки. 27-й колес с таким огромным покрышками. Это избыточно. То есть, будет тяжеловато раскручивать, тяжеловато ехать. То есть, лучше бы это были 26-е колеса. Какая-нибудь резина потоньше и попроще. Обода брендированы под мериду. Высокие, прочные. Есть небольшая вибрация. Соответственно, при сборке мы не протягиваем. Нужно покататься 200-300 километров. То есть, там несколько недель, чтобы после этого протянуть колеса. Но, в принципе, они ровные. Втулки на шарах. Втулки я показывал. Втулки надо открывать и смазывать. И протягивать нормально. Хотя, смазки там довольно много. Вот еще, как бы, качество сборки вилки. Просто шайба стоит. Тормозные диски были не прикручены. Тормозные диски все в масле. Обязательно надо обезжиривать. То есть, даже если масла вы не видите жирного, все равно, когда чистой белой тряпочкой протрете, все равно будет какое-то количество масла у вас удалено с диска. Нужно обязательно обезжиривать. Значит, тормоза, соответственно, настраивались. И переключатели тоже настраивались. Рама очень красивая. Дизайн модный, заниженный. Цвет офигенный, с блестками. Здесь проблем в дизайне нет. Подводка рубашки сделана вот таким вот образом. То есть, должно быть вот так вот. А сделано очень некрасиво. То есть, можно, когда вы залезаете на раму, ногой зацепить вот за такую огромную петлю. То есть, если на передний тормоз петля, в принципе, нормальная, приемлемая, то на задний тормоз петля идет неудачно. Нужно будет либо скотчем, либо изолентой, либо какую-то сумочку вешать, чтобы вот так вот прижать. Что, видите, практически от середины рама она уходит. На перьях, на верхних нет перемычки. Жесткость, в принципе, здесь не нужна, потому что велосипед маленький, но крылья нормально не закрепить. Снизу мостики есть, и есть отверстие под крыло. Передний переключатель и задний переключатель Шиман, эти, микрошифт, Мэйзу. Передний работает нормально, но что-то как-то не очень ему нравится. Подводка тросиков снизу, соответственно, вся грязь будет снизу лететь, тросики будут ржаветь, тросики идут полностью вот так вот оголенные. Шатуны у нас тут, скорее всего, провил, судя по заглушечке. Зачем две звезды, непонятно, но хорошо, ушли от трех звезд, молодцы, нафига две, оставили бы одну. Все, не было бы вообще проблем, потому что на маленькой ездить вообще никто никогда не будет в жизни. Педали не крутятся вообще, педали желательно менять сразу на нормальные. Каретка под квадрат, каретка очень жирно смазана. Первый раз вижу, чтобы каретку смазали вообще всю, и валы, и чашки, и все остальное. Штуны прикручены хорошо. Педали мы, соответственно, прикручиваем на смазку обязательно. То есть, когда вам выдали в магазине велосипед, педали открутили, да, посмотрели, что смазки нету, пошли, вернули в магазинку, пусть на смазку прикручивать заново. Цепочка КМС, желтая, восьмискоростная, какая-то супер-пупер бюджетная, то есть, здесь даже маркировки нет еще за цепь, то есть, сэкономили. Кассета, здесь у нас, опять же, на шарах втулка, кассета микрошифт, кассета нормальная, ровная, все нормально работает, все четко переключает, переключатель нормально, адекватно работает. Значит, ролики нормальные, тоже можно потом в дальнейшем менять. Петух, один винт был не прикручен, то есть, снимаете колесо, проверяете, затянут ли у вас винтики на петухе. Вот здесь один винтик был не прикручен. Петух у современных мерид крепится изнутри, это плохо, потому что ему проще сгибаться внутрь, да, потому что он здесь вот тоненький, и ему проще гнуться внутрь, чем когда он снаружи закреплен. В принципе, и все. А, ну вот еще у нас подсидел, ну, более-менее с нормальным замком, сидушка меридовская, гелевая, ну, такой средней ширины, то есть, в принципе, достаточно удобная. В целом, велосипед нормальный, геометрия рамы, это у нас старый GT или стел 610, то есть, как бы, все хорошо забытое старое, да, то есть, такие мериды выпускались 20-30 лет назад, теперь они выпускаются снова. То есть, в целом, велик прикольный, целик-велик хороший, не знаю, сколько он стоит, собирается, ну, достаточно просто, не считая того, что диски прямо в очень жирном масле, надо их сразу, чтобы руки даже не испачкать, надо их сразу обезжиривать. Вот, как сказать, недостатков много, преимуществ много. А, еще про подножку. Подножка крепится на два отверстия в пере, и 26 сюда не подходит, то есть, сюда надо либо 27-ю, либо 28-ю подножку, другую подножку сюда не закрепить, потому что там такой изгиб пера, и слишком далеко, то есть, ничего не поставить, надо именно искать подножку, которая на два винта крепится. То есть, нормальный велик, красивый, в принципе, для катания, для обычного катания, для, вот, берут для девушки, кататься будут немного, просто в прогулочном режиме, это нормально. Вот, для какого-то профессионального катания, ну, тут, как бы, много чего надо, ну, по крайней мере, нужна перемычка под крыло, чтобы крылья поставить, да? Тогда да. А так, ну, мне показалось, что вот немножечко он тяжеловат, потому что покрышки огромные, то есть, для маленького велика все слишком, слишком много всего. То есть, это все избыточно, скажем так. А так, ну, нормальный, хороший велосипед. Собрался нормально, настроился нормально, но вот по времени, конечно, как обычно, 4 часа, потому что стулки смазать, все обезжирить, все настроить, все отрегулировать. Обращайте внимание на мелочи, которые я вам сказал, при выборе любого велосипеда.